Что показали поляки в первом эпизоде презентации Cyberpunk, как выглядит пятая плойка вживую, куда денутся стримеры с микшера после 22 июля. Настало время поговорить обо всём об этом, а также об анонсах и новинках из мира видеоигр, и по сложившейся традиции ни слова о The Last of Us Part 2. Всем халло, друзья, усаживайтесь поудобнее, меня как всегда зовут Лулзи Фан, и это моя еженедельная рубрика Weekly. Кажется, я видел Готи. Именно так я начинал разговор со своими друзьями в сети, ведь CD Projekt Red наконец-таки представили первую презентацию по Cyberpunk 2077. Нам показали живой город, с которым главный герой может взаимодействовать, и мы видим, как город ему отвечает. Дали завязку сюжета, который крутится вокруг чипа Бессмертия, и, конечно же, показали самого мистера Уика, Киану Ривза. Разработчики рассказали о механике внедрения чипов, которая, по всей видимости, является обязательной. То есть мы с вами не сможем пройти игру, не напичкав своё тело бионическими имплантами и чипами, и познакомились с персонажем, который будет на протяжении игры преображать главного героя. Помимо этого, была продемонстрирована механика Brain Dance – расследование преступлений. В принципе, такая же, как в Batman, но явно на голову выше и очень похожая на механику изменения памяти из Remember Me, с её перемотками и взаимодействием с окружением. Кроме этого, поляки показали персонажа, которого очень долго будут косплеить. Девушки в игре – просто песня, приятные и проработанные. Также была озвучена идея создания аниме-сериала по Cyberpunk для Netflix. Композитором сериала станет Акира Ямаоко. Фанатов ждёт совершенно новый сюжет, а не адаптация уже известных событий, что не может не радовать. Подводя итог первого эпизода шоу, можно сказать, что Cyberpunk 2077 прилично подняла планку, и отзывы изданий, которым дали поиграть в первые четыре часа, не врут. Она уделает многих конкурентов. И если ты со мной согласен, то пиши в комментариях «Кажется, я видел Готи». Планируемая дата релиза – 19 ноября 2020 года для Xbox One, PS4, PC и Stadia. Компания Microsoft недавно объявила о планах свернуть свой видеоигровой стриминговый сервис Mixer, признав поражение против Twitch и YouTube Gaming спустя четыре года после запуска. Теперь редмондцы сотрудничают с Facebook Gaming, чтобы плавно перевести старую аудиторию на новую платформу. Контрактные стримеры, такие как Ninja, Shroud и King Atelion, вольны вернуться на Twitch. Но станут ли они это делать или поддержат Facebook Gaming? Стримеры рассказали в Твиттере. Mixer несколько лет пытался конкурировать с Twitch, но оказался в центре внимания только в последний год, когда Microsoft заключила контракты с Тайлером Блевинсом, Майклом Джессиком и Кори Майклом. По информации инсайдеров, эксклюзивность Ninja обошлась компанией в сумму от 20 до 30 миллионов долларов. Но это не помогло. Следующий этап – партнерство с Facebook и концентрация на развитии Project X Cloud. Блевинс был первым, кто прокомментировал закрытие Mixer. «Я люблю свое сообщество и то, что мы сделали вместе на Mixer. Мне нужно принять несколько решений, и я буду думать обо всех вас при их принятии», – написал он в Твиттер. «Ниндзя будет популярен везде, поэтому, возможно, его выбор будет зависеть от предложений Microsoft и Facebook». Джессик следом выпустил похожее заявление. «Он тоже пока еще не знает, что делать дальше. На Twitch у стримера было более 7 миллионов подписчиков, поэтому он вполне может вернуться туда». «Я признателен сообществу Mixer и всему, что я смог сделать на платформе. Я люблю вас и пытаюсь понять, что делать дальше», – написал он. В отличие от них, Кори Майкл уже принял решение. Он перейдет на Facebook Gaming. «Десять месяцев назад я присоединился к команде Mixer и надеялся помочь создать более надежный и конкурентоспособный стриминговый рынок, наставляя стримеров на Mixer, помогая им развивать свои бренды и создавая пространство, чтобы каждый мог стримить с ощущением безопасности. Моя миссия не изменилась. Я присоединюсь к команде Facebook Gaming, и мои двери будут открыты для всех стримеров Mixer, если они захотят найти новый дом». Микшер будет закрыть 22 июля 2020 года. Внезапная новость привела к тому, что многие партнеры сервиса не уверены в своем будущем. Сайт службы и приложения будут перенаправлены на Facebook Gaming. Сделка Microsoft с Facebook нацелена на то, чтобы предоставить возможность стримерам гладко мигрировать на новую платформу, а также сохранить статус партнера. Издательство THQ Nordic и разработчики студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant. В нем можно увидеть практически все аспекты игры, включая персонажей, локации, боевую систему, крафт, способы передвижения по миру, противников и даже боссов. Этот же ролик разработчики прокомментировали в разговоре с IGN, однако обо всех подробностях они уже рассказывали ранее. По словам авторов, Biomutant находится на завершающей стадии разработки. Несмотря на это, в Experiment 101 все еще не готовы назвать дату выхода игры. На данный момент релиз запланирован на PlayStation 4, Xbox One и PC. Activision анонсировала Crash Bandicoot 4 It's About Time, прямое продолжение третьей части 99-го года, которая будет заигрывать с путешествиями во временем и связанными с этим парадоксами. Главным злодеем вновь выступит Нео Кортекс, но за него можно будет сыграть, как и за Коко, сестру Крэша. За разработку сиквела отвечает студия Toys for Bob, которая в 2018 году отлично справилась с ремейком первых трех Спайра. По сюжету, Кортексу все-таки удалось найти возможность выбраться из заточения, открыв брешь в реальности. Там он обнаружил мультивселенную. Геймплей на новинка будет напоминать оригинальную трилогию, но с новыми возможностями для изучения уровней. Вдобавок, будет два режима прохождения — ретро с ограниченным числом жизней и современный с бесконечными возрождениями у ближайшего чекпоинта. Выход четвертой части состоится уже через несколько месяцев — 2 октября на PlayStation 4 и Xbox One. В PS Store уже стартовал предзаказ за 4999 рублей. В рамках первой серии еженедельной рубрики с ответами на вопросы игроков разработчики Valorant из Riot Games объявили, что добавят в игру возможность признавать поражение. Система появится в патче 1.0.2, релиз которого ожидается уже на этой неделе. На данный момент возможность признавать поражение есть в другой командной игре Riot Games League of Legends. В зависимости от времени матча, чтобы сдаться, поражение должны признать от 80 до 100% членов команды. Как система будет работать в соревновательном шутере, можно будет узнать из списка изменений грядущего патча. Кроме того, отвечая на вопрос о планах по добавлению нового оружия, разработчики Valorant отметили, что возможность добавления нового оружия существует, но на ближайшее время у них нет таких планов. В сети появилась фотография PlayStation 5, которую якобы сделали на заводе. Насколько консоль на изображении подлинное, еще предстоит узнать, хотя инсайдер на Reset Era утверждает о достоверности показанного. Да и фотографию не редактировали. Вдобавок, видимо, началось производство системы. В целом, благодаря фотографии, можно оценить размеры консоли, которые стали камнем преткновения для многих после показа дизайна. Похоже, PS5 не такая уж и большая. Или они специально взяли для фото не самых маленьких японцев. Microsoft сообщила, что объединяет Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола в одну систему. Это позволит компании не распыляться на разработку разных версий и ускорить обновления. Новое приложение будет называться Skype для Windows 10. На данный момент в нем добавлен ряд улучшений, которые касаются как работы, так и отображения. Из любопытных возможностей можно отметить функцию обмена файлами прямо из проводника, видеочаты до 10 человек, изменение фона и так далее. При этом из приложения убрали обмен сообщениями в чате с помощью кнопки «Поделиться», а также синхронизацию списка контактов с Outlook. Возможно, в будущем их вернут. А еще Microsoft назвала список игр, которые пополнили библиотеку Xbox Game Pass. Среди них симулятор таксиста Night Call, научно-фантастический триллер Observation, ретро-платформер The Messenger и Rogalik Streets of Rock. Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 миллиона активных пользователей в месяц и 13 миллионов одновременных игроков. Это случилось во время кампании The World, в рамках которой магазин бесплатно раздавал GTA 5, Civilization VI, Borderlands The Handsome Collection и Ark Survival Evolved. Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 миллионов активных пользователей в месяц, а в начале 2020 — 24,5 миллиона одновременных игроков. Ранее основатель и исполнительный директор Epic Games Тим Суини заявил, что бесплатные раздачи в EGS помогают повысить продажи игр на других платформах. Также глава компании отметил, что бесплатные раздачи уже помогли EGS захватить примерно 15% рынка. Сейчас же в Epic Games Store бесплатно раздают AIR, Memories of Old от Forgotten Cay, в которой нас с вами зовут погрузиться в волшебный мир висящих в воздухе островов, на поверхности которых скрыты ключи к спасению местной вселенной. Девочка-поломница Аюк должна изучить разорванный мир в свободном порядке, собрав силу древних богов и запечатать мрачную бездну. Посещая пещеры и острова на своих двоих, она, совершив прыжок в небесную бездну, превращается в прекрасную птицу, готовую парить в облаках под расслабляющую музыку. Вторым проектом в раздаче недели на EGS стал Stranger Things 3 The Game – двухмерный изометрический пиксельный боевик. В нем действуют персонажи, хорошо знакомые по сериалу, и сами братья Даффер. А через неделю, 2 июля, пользователи сервиса получат еще два проекта – Conan Exiles – выживач во вселенной Конана-варвара, и Хью – головоломку про черно-белый мир, в котором появляются краски. А у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить пальцы вверх, если вам понравилось это видео, а также подписываться на канал и бить в колокол, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Обязательно рассказывайте обо мне своим друзьям. Давайте расширим наше уютное комьюнити. А в комментариях обязательно напишите, что думаете по поводу Cyberpunk 2077. Чекайте описание, там вы найдете ссылки на мои социальные сети и моих друзей, которые активно поддерживают канал. А уж если сами решили наградить меня звонкой монетой, ссылка на Патреон также в описании. А меня, как всегда, звали Лоузи Фан, а тебя нет. Играйте в хорошие игры. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok